Так, антифриз мы уже смотрели рефрактометром. Теперь посмотрим незамерзайку. Такая незамерзайка у меня покупал в прошлом году. Не знаю, что дата или что это, или номер. В общем, давно покупал, мне кажется, в прошлом году. Написано минус 30. Банка полностью запакованная. Сейчас куда-нибудь перельем чуть-чуть и попробуем померить температуру замерзания. Этой незамерзайки. Вот так вот. Ну все, жижа нагрелась до температуры комнаты. Рефрактометр тоже. На улице у нас сейчас плюс один. Поэтому ничего страшного, я думаю, не будет, что мы это на улице произведем. Значит, закапываем, как положено. Почему такими капельками, если много налить, и скатится все это дело. Тоже собирается скатиться. Нужно равномерное заполнение. Так, и аккуратненько теперь закрываем. Так, сейчас мы проверим, насколько мы аккуратно все это закрыли. Да, закрыли хорошо. Пузырьков воздуха нет. Пока дойдем до светлого места, жидкость привыкнет к температуре рефрактометра. И наоборот, то есть адаптируется все. Так, ну чего. Давайте посмотрим. В общем, сначала я гляну. Сначала я гляну сам. Посмотрю. Ну, вообще, как-то очень интересно. Температура замерзания что-то типа минус 5 градусов получается. Чушь какая-то. Причем, не я первый меряю такую жижку. Вот, видите, правая шкала, где омыватель нарисован. Там минус 10. Вот. А полосочка проходит ровно минус 5. То есть получается, что жижка теряет свои свойства при минус 5. Очень странно. Нарисован минус 30. То ли состав жижки такой, что не подходит под этот прибор. Ну, хотя, еще раз говорю, что я мерил и синюю. Это какая-то желто-зеленоватая. Конфетками пахнет. Вот. Результат практически один и тот же. Что я предлагаю? Я предлагаю сейчас эту банку поставить в морозилку. В морозилке там, я не знаю, минус 15, наверное. Ну, хотя бы примерно посмотреть, что с ней будет происходить. Замерзнет она или нет. В общем, ставим в морозилку. Морозилку специально включил, потому что она пустая. Совершенно пустая. Вот. Ставим сюда жидкость. Посмотрим, что будет. Будет, наверное, часа через два, через три. Просто антифриз показывает правильно рефрактометр. Вот. А что-то незамерзайку ерунду какую-то кажет. Посмотрим. Совсем забыл. Прошло пять часов. Незамерзайка. Но она бодренькая. Странно. То есть, как-то рефрактометр получается, ее меряет неправильно. Потому что, ну, здесь нормально. В холодильнике-то минус 10 точно есть. Она бодренькая. Она даже не потеряла свою прежнюю текучесть. А, рука замерзла. Вот. В общем, то ли рефрактометр рассчитан под какие-то незамерзайки. Ну, я не знаю, что это. этанол и так далее льет. А здесь может быть состав какой-то другой. В общем, непонятно совершенно почему он намерил всего лишь минус пять. Вот. А она себя прекрасно чувствует при минус десяти это точно. Все. Спасибо.